Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мой Сад. Посмотрите, как у нас красиво сегодня. Прямо обалдеть. Ну, морозец, морозец. Минус 20. А вопрос... Сейчас вот хочу ответить на такой вопрос. Очень часто мне задают в последнее время. Ой, красота. Про посев ампельной петуни, когда будете сеять. Но я вам хочу сказать, что сеять я ее буду через месяц, наверное. Ну, вообще, растущая луна начинается там, может, где-то я ошибаюсь, где-то с 5 февраля. И вот как раз там с 5, ну, может быть, 11-12 февраля. Рано не сею. Обычно числа 15-16 сею ампельную петунию. Кто хочет черенковать, уже пора, пора. У кого есть место для этого, сеете сейчас ампельную петунию в таблетке GFI. Самый лучший вариант, если у вас особого опыта нет или в торф. А почему так поздно? Ну, потому что после того, как посеяли, через 5-6 недель наступает время ее фикировки. Я вот рассчитываю это время, когда уже можно поставить ее уже на подоконник. Даже не на подоконник. На подоконник я рассчитываю время, чтобы посеял, вылезла и поставил. Сразу уже на подоконник, без подсветки. А на то, что через 5-6 недель от посева, чтобы можно было распикировать и уже в теплицу поставить. Обычно в теплицу мы переезжаем числа 10-го. Числа 10-го. Марта месяца. Ну, в том году было поздно, 24-го марта. И вот, представляете, если я ее сейчас посею, да, через... это уже получится к концу февраля, должна переехать с ней в теплицу. Или что-то с ней делать и куда-то ее помещать, размещать. У меня места такового нет пока. Это, конечно, не экономно, потому что ампельная петунья стоит дорого. 20 рублей семечка. Да, ну, пока так. Другого пока нет варианта у меня. Поэтому сейте сейчас. Сейте. А кто хочет со мной, то, пожалуйста, готовьте семена, готовьте грунт. Будем сеять 11-го, 12-го февраля. Ну, вот такая красота. Вот печка топится у нас и замечательно. А кустовой будем сеять обычно в конце февраля. В конце февраля кустовую. Ампельная дольше развивается. Махровую нужно посеять пораньше. Остальное все можно попозже повременить. У меня практически все посевы были сделаны в том году. В этом году говорю бегонию. Только сею это замечательно. Сейчас у меня время осталось для черенкования. Сейчас комнатные буду черенковать. Компонулу, фуксию. Вот. Еще вегетативной питунья у меня много. поэтому я ее черенкую. Так что вот так работаем, работаем. Ну вот елочку уже надо разряжать. Все. Ну красиво, красиво, красиво. А вечером включаем подсветку еще красивее. Ну вот сегодня вышла, порадовалась, посмотрела и на забор, и на деревья. такая живая картина у нас сегодня. Ну все. Готовимся к плодотворному сезону 2022. Готовим грудь, семена и будем вместе сеять с вами красоту. Я желаю вам всего самого наилучшего. До встречи на канале Моисад.